Это наша любимая площадка. Здесь мы обычно после школы гуляем, вечерами выходим гулять и выходные проводим с друзьями. Лазить по тренажерам, играть в догонялки, спрятать предмет и играть в баскетбол. А это наша квартира и сейчас я вам проведу экскурсию. Это наша детская. Смотрите, здесь наши дети играют, отдыхают, делают уроки. Это моя спальня. Здесь я отдыхаю и работаю. Идемте, я вам покажу свою кухню. А это наша кухня, где мы обедаем, завтракаем, ужинаем, встречаем гостей, проводим праздники, Новый год встречаем и так далее. Я работаю воспитателем в детском саду. Живем мы в Ленинском городском округе и рабочий поселок Дрожино. У нас в семье двое детей. Кирилл 8 лет и Надежда 6 лет. Надежда с 4 месяцев с нами, то есть практически с рождения. Ну вот наша семья, в принципе, вот она в полном составе. Вы сегодня ее увидели, я и двое детей. Мы живем втроем. Конечно, у нас есть наша любимая няня, которая нам помогает. Ну и наш любимый домашний питомец, кошечка Афина. Вы ее увидите. Основная масса обязанностей, конечно, на мне, но дети мне активно помогают. Они у меня молодцы. Они заправляют за собой постель, они убирают со стола за собой, когда придет. Любую мою просьбу, все, что им по силам, они никогда не отказываются, всегда помогают. Пытаются взять больше, чем могут на себя. Вокруг всего района нашего лес. Мы часто очень ходим в лес кулять. Мы ходим на каток. У нас тут заливают каток в школе от губернатора, который... Ну, очень много всего интересного. Мы ходили даже на рыбалку. У нас тут есть пруды искусственные, естественные. Вот мы ходим на рыбалку. Ходили, пытались ловить. Много не поймали, но, тем не менее, сам факт. Большой район, очень у нас прогулочная зона большая. Мы катаемся с велосипедом всей семьей. Ну, и выехать недалеко. В принципе, Москва очень рядом. Мы можем поехать и дальше. Любим ходить в лес в любое время года. То есть сейчас грязь. Можем собраться, пойти. И дети очень интересуются природой. Веточки, палочки, листочки. Как она меняется. Они в школе на окружающем мире проходят. И мы это все вместе. Потом идем, ищем. Последнюю мы шишечку мокрую нашли на батарее, посушили. Она раскрылась. Это такое чудо. Любимый праздник – Новый год. К нам Дедушка Мороз приходит. Дни рождения отмечаем. Какие-то традиции. Любим по пятницам с друзьями в гости ходить. Дети друг к другу ходят. Мы решаем, какую пятницу, кому, кто пойдет. Вот у нас пятница – любимый день недели в семье. К нам приходят или мы куда-то идем. Дружим с семьями. То есть это как бы такое что-то. Отдыхаем каждое лето. Тут у нас традиция. Обязательно каждый лет мы ездим на море. В этом году нам получилось выкинуть на океан съездить, на индийский. Когда как. Ну, ездим. Стараемся. Что по силу, по финансам я стараюсь вывозить. Дети – да. На море просятся. Ну, самое главное, что в жизни, может быть, у человека эта семья самая сокровенная, самая такая, как сказать, неприкосновенная для меня. То есть, ну, вы видите, я одна как бы с двумя детьми, и я готова дальше увеличивать свою семью. Не боюсь. Для меня это вот самое важное в моей жизни. То есть это мой стимул, мой двигатель в жизни. Ну, как бы ничего важнее в жизни мне может быть семьей. Ну, я хожу на спортивные и бальные танцы. Люблю домино. Я помогаю ей не раскидывать игрушки и убираю за собой постель. И посуду за собой убираю. Кошку зовут Афина. Еще она иногда прыгает на телевизор, на кухне. Хочу собаку, чтобы она Афину прогоняла. В школе очень интересно на физкультуре. Там подготавливают очень интересные занятия. Я люблю играть в догонялки, прятки, салки и другие игры, в которые можно играть дома. У меня есть очень много друзей. Я скажу только о трех. Илья, мой самый ближний друг, который около меня живет. Лука. Скорее около него буду жить. И София. Я люблю ходить на кружок «Юный блогер». Там нас учат монтажировать и снимать. Мы тебя ждем!